приветствую всех на канале power tool сегодня со мной будет новенький соведущий точнее соведущая если вы подумали что это кошка то это не так она сейчас стоит за камерой там яйца видно по просьбе подписчика у нас сегодня будет обзорчик и тест вот такого вот адаптера под аккумуляторы системы макита как говорят что видится ведущий как говорят что он помогает разгрузить нагрузку на аккумуляторы тем самым из этого продлить немного их срок службы но не срок службы а службы именно на одном заряде сейчас мы это проверим с помощью резки болгарки для начала чтобы тест был объективный мы порежем двумя аккумуляторами по очереди а потом зарядим их и совместно вставим и порежем уже так резать будем 12 шестигранник а может и не 12 может и толще вот помощница сейчас она порезет у нас нахуй короче хуйня из-за этой помощницы напиздел нахуй все надо переписать кстати напишите в комментариях кому интересно чтобы она была в кадре и что возможно чаще было в кадре может и придешь я не что ты насчет этой хуйни думаешь я думаю что это хуйня на хуйня вообще ничего не знаю ладно так то пофигу давай что резать первое ты будешь на одних аккумуляторах поодиночке согласие есть ну ладно давай резать так я боюсь потому что будет и лететь искры давай пили как ты в сторону встань ну так что сбоку стала ты просто держи на вытянутой руке так смысле она жми тяжелая я против вообще даже одного аккумулятора давай с этого начнем потому что это тяжело женщине быть без мужчины можно и вот так опять не держи тогда искры тебе ногу лететь вот ну как-нибудь в бок маленько встал я буду долго пили давай наверно всех аккумуляторах попилю я а ты постигаешь ладно держи камеру кстати сразу не показал аккумулятор полностью заряжен все четыре деления горит перед будем на четверках дековских не самые лучшие батареи вот так специально решили на них пилить чтобы побыстрее все села и сравнить как все поедет на одном аккумуляторе получилось сделать десять с половиной резой порезов почти то есть чуть-чуть буквально нарезал почти 11 резов аккумулятор все у нас сел сейчас аккумулятор я даже круг не буду менять продолжу резать на этом круге второй аккумулятор также полностью заряженный и делаем вторым продолжу этот железо сделать поехали в общем получилось в общем на двух аккумуляторах порезать у нас 21 чистый рез и вот 22 чуть чуть не допилил то есть получается что по 11 резов принципе на каждом аккумуляторе сейчас по всей логике так как у нас аккумуляторы будут чуть-чуть разгруженные ну как об этом говорят в интернете что у нас во первых должна должна увеличиться мощность работы инструмента во вторых из-за разгрузки батарей должно хватить чуть чуть на больше вот сейчас мы это и проверим сейчас заряжу аккумулятор круг стоит новый осталось зарядить аккумулятор поставить все это в этот переходник и проверить как он сделает на сдвоенном опять же еще хочу сказать что аккумулятора нужно желательно использовать одинаковой емкости и максимально заряжены то есть чтобы у них уровень заряда был одинаковый потому что если вставить разные емкости либо уровень заряда будут разных аккумуляторов то есть один аккумулятор начнет дозаряжать другой ну либо наоборот там более севший будет разряжать заряженный аккумулятор то есть у меня есть батареи которые в процентах показывают я когда подключаю даже не вставляю инструмент подключаете батареи с разным уровнем заряда в этот переходник точнее в тот где он валяется и это то есть одна батарея начинает дозаряжать другую поэтому на это тоже обращайте внимание ну и вообще вывод о том нужна эта штука или нет как с ней работать комфортно не комфортно вы узнаете в конце ролика поэтому рекомендую досмотреть до конца но мы пошли заряжаться так аккумулятор у нас полностью заряжены оба снова заряжены сейчас покажу еще одну вещь на аналитики моего канала посмотрите 99 с половиной процентов смотрит канал без подписки поэтому кто подписан отпишитесь на кто смотрит без без подписки можете не смотреть я не к тому виду я вообще веду к тому что как бы посмотреть видео вам это видимо не сложно да подписаться на канал ну титул просто одну кнопку это видимо сложно колокольчик колокольчик обязательно колокольчик комментарий лайк это все обязательно дизлайк дизлайк тоже можно себе и не понравилось кстати для начала чем хочу сказать вот эта срань с двумя аккумуляторами установлены но она честно сказать пиздец какая тяжелая то есть все это перевешивает как бы пока что в этом плане я не знаю как этим работать то есть это очень неудобно кстати есть сейчас еще одна идея сейчас я вам ее покажу в чем заключается идея оригинал makita то есть и в ней аккумулятор дека он просто не запускает ее ни один ни второй аккумулятор не запустит и вот мне стало интересно а что если через этот адаптер получается с увеличенной емкостью вставить эти аккумуляторы сможет ли тогда он запустить ее то есть вы поняли фишку да если у вас куча китайских батарей в плане если вставить это в makita тогда смысл какой то есть ну а так сейчас на данном этапе это очень тяжело ну ладно хватит разглагольствовать давайте пробовать что из этого получится как мы помним получается у нас было почти 22 реза на каждом аккумуляторе по одиночке и сейчас смотрим что будет на совместном будет ли прирост мощности и дольше ну дольше празал продолжительность работы а а Продолжение следует. Что одна, что вторая. Ну, правда, красные лампочки такие себе, поэтому их особо не видать. А что могу сказать? Рука устала пиздец, как? Рука просто отваливается от такого веса. Ну, вот ты сама, я думаю, понимаешь. Просто скажи. А? Да. Вес у нее ебнешься получается. Работать неудобно из-за того, что перевешивает. Нет, как бы по росту мощности особо не заметил. Да, чуть-чуть увеличились обороты болгарки. Из-за этого, из-за того, что выше обороты, меньше расходуется круг. Потому что, как бы все знают, когда батарея разряжается, идут вибрации, круг рассыпается. Ну, да ладно. Это маленькое такое отступление было. Что ж по факту, сколько мы смогли сделать резок? Как вы считаете? Вот сейчас поставьте видео на паузу и напишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, сколько мы смогли сделать резок? Ну, а теперь, кто написал свое мнение в комментариях, отвечаю. Вот давайте, смотрите. Половинка реза имеется здесь у нас сейчас в шестиграннике. И, внимание, внизу у нас 21 рез. То есть, по итогу, мы сделали на двух аккумуляторах по очереди 22 реза. И также совместим, совместим, блядь, запиздился уже. Потому что замучился из-за этого веса. В общем, получается также 22 реза. Что мы меняем по очереди, что мы их режем вместе. Из этого какой вывод? Что эта срань нахрен никому не нужная. Нет, чувак, который писал в комментариях про эту штуку, ты, конечно, молодец. Может быть, кому-то это пригодится. Но по факту это сраный кусок дерьма. Который не стоит вашего внимания. Который стоит просто в районе 1300 рублей. И, по сути, я лучше буду работать с более легким весом. Также вы видели, что когда батарея стоит сбоку, на нее летят все искры. По сути, эта хрень полная. И проще работать легким инструментом. В чем, конечно, и заключается эта суть легкости и мобильности. Чем вот с вот этой вот приблудой сраной таскаться. Которая, блядь, в натуре это упоротая херня, блядь. Я не знаю. Короче, пишите свое мнение в комментариях. Также пишите в комментариях, как вам моя новая соведущая. Хотите ли вы видеть ее в следующих видео. Ну, а также ставьте лайки, делитесь этим видео. Подписывайтесь на канал. Ну, у меня на этом все. Всем до новых встреч. Пока он занимался охуйней, я вот сыну сшила, например, вот в чем. Ох, селюшечка какая. Да, еще моя женушка любимая. Учится сегодня пользоваться триммером бензиновым и аккумуляторной пилой. Да. Чтобы самой пилить дровишки и косить дровишку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...